Чувствую, сейчас будет весело Вы только не разочаруйте меня там, окей, когда я к вам спущусь? Угу Ну давай Можно ревенанту сразу на самом деле надрать Страку Пока он мне проблем не доставил, да? Ха-ха-ха-ха-ха Сразу как только я замечаю, что у меня нет брони Нужно делать вот так Как только я замечаю, что у меня нет патрон, нужно делать вот так А как только я замечаю, что у меня какие-то проблемы из-за спины, нужно сразу делать вот так Ха-ха-ха-ха-ха А вроде как должно быть, блин Ну, 45% выше радиус, ну, что-то я как-то не ощущаю его, честно говоря О, ах ты мразь, откуда ты вылез? Из какой преисподни? Тихо. Так, не хватает брони. А я-то думал, что вы меня сейчас перестанете развлекать, честно говоря. Ха-ха-ха-ха. Так, есть одна идея. Надо не забывать, что я так умею. Так, сзади проблемы. Где-то как и демон был, я его видел. Умри! Ха-ха-ха-ха. Все серьезно, а как же как и демон? Мы же правы, я только разогрелся. Эх, ладно. Неужели я его просто уничтожил и даже не заметил этого? Да как так получается? Я не понимаю. Что-то часто препятствий было специально для нас выставлено. Я их просто просрал, ладно? Окей. Если правильно и методично все это делать, то в принципе, я так понимаю, что собых проблем у нас не будет никогда. Ага. Ага. Кстати, обратите внимание, это помните, мы как-то видели этих стражей, их духов, если быть точным. Тьфу, господи, я уже подумал, что я вообще фигелом собачьим. Разорвал. Твои же лапки будут твоим же... Твоей же смертью. Так, не переживайте, я просто подавился. Чаек, кстати говоря. Чай на голову, наушники и руки. Как же иначе? Что я... А, я вспомнил, что хотел сказать. Помните, там, кстати, что-то фиолетовенькое было. Конденсатор. Ага, ясно. Перезарядка нашего дэша. Хорошо. Угу. Говорю, помните? Эти духов мы видели в виде наших стражей как раз. У них были копья. У них были копья как раз энергетические. Судя по тому, что я сейчас вижу, это похоже именно оно. Только это копье для гигантского... Для гигантского стража, робота. Мне вот интересно знать, этот робот, он именно робот, или он управляется внутри тоже каким-то стражем? Как он работает? Чёрт его знает. У нас, кстати говоря, вот никогда не бывает такого, что у нас заполнен весь бензин на всю катушку. Вечно нам не хватает нескольких литров. Так, хорошо. Давай попробуем. Ага. Всё, нет? Две секунды осталось, могу просрать. Я, честно говоря, уже и забыл за существование этих грёбаных голов. Как думаете, долечу до этого? Может быть, если... Просто очень хочется забрать на самом деле, потому что у нас осталось три брони. Надо как-то... Надо, короче говоря, как-то сделать так, чтобы у нас... А, идеально. Почти. Надо сделать так, чтобы у нас всё-таки было брони поболее, потому что... 50 явно мало. Прям катастрофа как мало. Не могу. Это невозможно. Может быть, я и потому и упал? Что-то, да, невозможно залезть. Ну, просто так охотно забрать эту штуку. Ладно. Через ним. Пойдём пока, наверное, без брони в таком случае. Я говорю, что там дальше на нас... А где, ну-то её? Ну, или в крайнем случае... Мы её сможем из кого-то выпотрошить. Да? Сможем же. Там, кстати, внизу, видели, валялся один из таких гигантов наших. Сражающихся с их малютками. Ну, или так. Короче, в принципе, мне показалось, что будет сложно привыкнуть к тому, что нужно использовать гранаты для того, чтобы станить врагов. Или, допустим, тот же огнемёж, чтобы из них что-то выбивать. Но, с другой стороны, если к этому привыкнуть, как, в принципе, и ко всему в этом мире, то... Иго. Нравится. То будет неплохо. Кстати, мы практически уже всё здесь сделали. Имеется в виду, смотрите, на уровень угрозы мы его практически весь... Весь отсюда изничтожили. Ну, кроме сиреневого. Тварь. Я их так ненавижу. Господи. Чтоб вы только знали. Так, нужна броня. А, серьёзно? Ваншот? Супер. Просто отлично. Так, я не понял, здесь всё будет в этой слизи, получается? Это не очень хорошие новости, я вам честно скажу. Но у нас есть шанс... Сюда залезть. Чтобы послези это не швётся. Потому что они явно хотели... Меня в ловушку... Затолкать. Ну и... Но мы же не пальцем деланы, не первый день живём на этом свете. Ну, ёлки-палки. Представьте просто, что если я бы не смог прыгать, и они там повылазили бы все, это была бы проблема. Какого чёрта? Серьёзно, вы хотите, чтобы я с этой шелтой не ещё разбирался? Окей. Ладно. Кстати говоря, очки. Очки навыков. Можно было бы на самом деле что-то... Что-то ещё прокачать. Допустим, вот это вот. Быстрый залп, да? Его определённо надо прокачивать. Я хочу, чтобы наши ракеты были полностью прокачаны. Так, подожди, испытание мастера есть. Ещё нечто же... Уничтожить 25 турелей. Пять бомб-липучек. Сколько эта штука стоит? Боже! Ты только посмотри на это! Раз, два, три, четыре, пять! Боже, я хочу это прокачать. Я очень хочу это прокачать. О, нет, опять. Может быть, всё-таки будет возможность здесь тоже как-то обойти эту хрень. Так, на самом деле я зря этой хернёй занимаюсь, потому что у меня же есть прицел. Ну, давай же! Да, господи, с этими стенами! Я не хочу идти им на уступки. Залазить самолично в эту мерзость, чтобы они меня просто уничтожили как ребёнка? Нет. Такая себе идея, считаю. Огневостовщие довольно длинные, я вам так скажу. Наверное, там даже можно будет ещё удлинить его дистанцию, да? Йоу. Кстати, вспоминается первый... Первый кадр из Первого Дума, помните, когда мы... Точнее, я не помню, по-моему, это даже первая миссия была, где мы... Эм... По-моему, это даже была первая миссия, где мы... Эм... Предстаём как раз перед вот этим... Так, секундочку, что-то я за... Путал... Ага. Где как раз рассказ... Где как раз наш Думгай предстаёт перед гигантским расширённым телом демона. Демона. Говорят, что это как раз тот демон, который должен был его уничтожить. Но в итоге не получилось, и, по-моему, он его просто, грубо говоря, похоронил заживо. В своих останках и... Разрушенных окрестностях. Гаусс-пушка, только гигантская. Боже, когда она у нас уже появится? Стоп, нет, подожди секундочку. Это пушка, которая у него на плече висит, у этого робота. Хм. Очень интересно, кстати говоря, что-то было, помимо прочего. Я видел. Если я сюда зайду, я не уверен, что я там заберу то, что я там увидел. А ну, погодите секундочку. Просто посмотрю. Вот там, что это там такое? А, это просто огонек, серьезно. Господи, мне эта сраная слизь будет вскоро в кошмарах сниться. Опа. Нет! Тварюка! Блин, как я их ненавижу! Это плюс еще одна тварь, в список которых я теперь ненавижу. Так, давай сразу броню возьмем. И как раз откроем этот навык, посмотрим, как это будет работать. Здоровье в круфе. Угу. Отлично. В следующий раз возьмем тоже еще брони немножко. Сделаем сотню. Ну и последующее, что там будет? Последующий навык, который будет из этого вытекать. Угу. Нет, я услышал. Даже не думай. Так, три. Четыре. Ну что-то в районе 7-8 выстрелов надо. Короче говоря, вся обойма, чтобы его полностью уничтожить. Ясно. Вообще-то я рассчитывал, что эта штука пополнит нам припасы, нет? Что это такое вообще? Это, наверное, броня и здоровье. И все. Боже, никогда не надоест. Здесь могут быть, кстати говоря, дополнительные жизни, по идее. На вот этих островках, нет? Опа. Так, это часть третья как раз из истории Стражи. А ну-ка. Благодаря механизмам и чарам Творцов, просветленный народ Аргента смог нести свое учение в самые дальние уголки небесной бездны. Наши боги даровали нам искусство полета, дабы мы распространяли священное слово Кан Созидательницы. Так узнали мы, что существует не один враг, но великое множество врагов. Открылись на миры и народы. Прежде неведомые, и в глазах этих народов увидели мы отражение собственных гористей. По стягам ночных стражей, наше праведное войско сражалось за свободу всех народов, страдающих под игом угнетателей и своекоростных правителей. И хотя мы проливали кровь на чужбине, каждая ее капля служила в защите Арген-де-Нур, а также сыновей и Дешерей, сражавшихся за нее. Освобожденные нами народы становились нашими союзниками и единоверцами. Наше выскоро сло, и пока сияющие флотиле Аргента путешествовали среди звезд королю, Рану явилась Кан Созидательница. Так, король Ран. Ага, король Новик. И почувствовал король тревогу. Снедавшую богиню, тогда открыла она Рану, что ей было послано видение о страшном изъянии в крови одного из народа Аргента. Испытанием священным обрядом можно было выделить его среди сильнейших воинов, ибо лишь в самых крепких и выносливых из нашего легиона мог крыться сей изъян. Ученые Творцов создали для нас великий дар. Божественный механизм, дабы очистить паству от всего скверного и обеспечить наше процветание и в этом мире, и в обители Творцов, где уготовано нам было посмертие. Если же не искренним и нечиститься, как сорную траву, то тернистым будет наш путь в небесной чертоге Урдака. Тёмного ещё не было среди нас, ибо предначертано ему было явиться через много поколений. Иж богиня-мать, наделённая зрением Творцов и ясное видение, могла опознать его, ибо Творцы были правдой, и лишь их незамутнённым очам было дано увидеть несущую метку. Тогда было записано пророчество о нечистивце, но за много веков угроза перестала касаться угрозой, и теперь лишь сама Консозидательница и Высшие Жрецы Ордена Деага всё ещё шёпотом говорят о том, кто грядёт, дабы отвратить нас от путей света. Вот мне интересно знать, это ещё о каком-то предателе речь, или это речь о Палаче Рока? И Консозидательница тупо обосралась, когда узнала, что такой человек должен появиться, и решила его убить до того, когда он ещё появится. Вообще не знаю, выглядит это всё так, как будто бы мы... Ах, зараза. Как будто бы мы сами по себе... Так, ясно. Нет! Плохое дело. Из-за того, что я дэш использовал сильно рано, они же, получается, по себе убить не перезаряжаются. Вот те и проблемы. Короче, фиг его знает, пока что всё это выглядит так, как будто бы мы являемся реально демоном для демонов. Какого хера ты вживую ещё? Я что, не попал? Серьёзно? Так, на самом деле здесь что-то было? По-моему, я знаю, что это. Ага. Врата палача. Неописательные, но очень трудные поединки. Боеприпасы и дополнительные жизни, потраченные в бою, не восстанавливаются. Завершив, мы получаем три очка оружейника и небесный ключ. И мы сможем... А что мы сможем? Мы сможем прокачать тогда всё наше оружие. Когда мы всё это откроем. Погоди секундочку. Что-то вообще известно про этот... Против рота палача. Ну-ка. Нет, ясно. По-моему, за эти врата палача вы меня предупреждали, что это что-то... Что-то дикое. Должно быть. Так, если я с этого спрыгну, скорее всего, я уже не вернусь, да? А нет, там есть проходик внизу. По идее, он должен открыться. Так, ключ палача, который открывает эти врата. За прохождением всех шести врат и всего шесть мы получаем доступ к развоплотителю в твердыне. Рока, ясно. Блин, я не знаю, мне даже как-то страшно туда заходить, честно признаться. Вы меня напугали этим... Этим испытанием. Но, блин, надо. Короче, я вам так скажу. Если мы с вами будем погибать, я просто, наверное, буду перепроходить этот уровень заново. Потому что, ну, если мы с вами потратим слишком много жизней, то возможность перепройти уровень... Ей нужно воспользоваться, потому что тогда у нас будут все жизни заново. И нам надо просто этот уровень пройти идеально, чтобы сохранить все те жизни и перепройти это испытание снова. Ну, если мы вдруг здесь срем, скажем так. Вот. То есть я не буду дождаться, когда у меня все жизни закончатся полностью. Я просто в какой-то момент начну задание заново, скорее всего. И все. Ну, я даже не знаю. Мне больше нравится прицел, потому что он большую часть... Большую часть земенов сразу же уничтожает. Ну, поехали. Посмотрим, что это такое. Нужно сразу патроны брать. Так, и не стесняться использовать все, что у нас есть. Нет, куда я пошел? Так, убегаем. Потому что у меня больше не осталось брони. Ну, а нет. Нет! Хватай! Это еще что такое? Так, проблемы. Не то чтобы серьезное, но они есть. Угу. Что ты такое вообще? Это, короче, страж. Я понял. Это страж. Так, аптечка. Это реально страж рока. Нет. Плохо. Он нужен был нам, чтобы пополнить аптечки. Какого хера это все эти штуки? О, стучно. У нас же есть плазма. Я забыл за плазму. Ух, твою дивизию. Так, где ты? Он последний, походу, остался. Умы падали! Ну, знаешь. Ух. Ну, знаешь. Ага. Небесный ключ. Так, все шесть небесных ключей, чтобы активировать механизм творцов в твердыне рока. И тогда мы откроем доступ к развоплотителю. Что такое развоплотитель? Это что-то вроде БФГ? Я бы не отказался. Но я вам честно скажу, это было реально непросто. В какой-то момент мне даже показалось, что я потерял контроль. Потому что, скорее всего, я его, блин, потерял. О, боже. О, боже. Так, а ну, погоди. У нас будет еще одна стычка. И, в принципе, это место будет очищено от демонических угроз. Отлично. Так, я не уверен. По-моему, там можно было... Нет? Нужно как-то... Наблюдаю рядом биополе предателя. Биополе предателя? Нет. Ну, знаешь, в принципе, оно того стоило. Потерять чуть-чуть брони ради того, чтобы получить жизнь. Это очень хорошо. И я считаю... Я, правда, вот толку не вижу. Нахрена мы играем с жизнями, если по итогу получается, что... Есть возможность перепроходить уровень. То есть, если вы, допустим, слишком много жизней потеряли, вы просто переигрываете уровень, и тогда... Эм... И тогда все ваши жизни снова у вас. То есть, по факту, вы можете так перепроходить весь прогресс. То есть, можно накопить кучу жизней, чтобы что? Чтобы непонятно что, честно говоря. Нужно было убирать эту возможность, я считаю, если есть игра с дополнительными жизнями, убирать возможность переигрывать уровни. А может быть, мы и не будем переигрывать тогда уровни в целом жизни. В целом жизни, не знаю, посмотрим. Там повсюду артиллерия и датчики движения. Я велел оставить меня в покое. Моё место здесь. Спасая своих, ты не обретёшь покоя. Это лишь сделает тяжелее... ...время. Идёшь против воли Созидательницы. Твоему народу пора искупить грехи. Так было и с моим. Услышь, палач. Когда умолкнет его сердце, душа его обретёт покой. Его и моя. А-а-а-а. То есть... То есть мы из разных народов, наверное, да? Да, очень интересно. Вот почему мы помогаем людям. Потому что это один из тех же народов, который по итогу потом может к нам присоединиться, как вот, судя по всему, сам палач Рока, да? И вот этот вот предатель. Не пойми, откуда он. Ну хорошо. Но Кон Созидательности, в принципе, вот эти вот Созидатели, так называемые, они были... ...богами для всех. То есть, тут, короче, очень всё набожно так подаётся, я вам скажу. А вот те самые мечи-щиты, кстати говоря. Всё очень набожное такое. То есть мы, походу, убиваем свой народ сейчас, просто для того, чтобы дать им возможность очиститься. Ну вы понимаете, да? Типа это единственный для них выход. Через убийство. Чтобы... Чтобы загладить то, что они натворили. Ну-ка. Предатель. После долгих лет борьбы с демонами, вторгнувшимся в мир, командование Аргенднор решило нанести ответный удар во множестве измерений и отправило лучших воинов в сердце преисподней. Несмотря на тщательную подготовку, благородная миссия закончилась крахом. Из-за предательства в высших эшелонах командования храбрейшей быцаргенднор оказались заперты в Ироссины по преисподней. Лишь один из последних ночных стражей остался там по собственному желанию. Командор Авалан был тем, кто предал стражей, а да, включая святилище алименталей в обмен на возрождение сына. Шопот демонов постепенно сводил Валину с ума. Его одолевали видения, в которых он видел кошмарное существование своего сына. В миг слабости он купился на кузне демонов и тем самым приговорил к гибели мир Аргенднор, которому поклялся в вечном служении. За святотатство Валин сам приговорил себя к их знанию в преисподнюю. Удивительно, он приговорил себя к их знанию в преисподнюю в тот момент, когда за предательство жрецов мы их всех ходим убиваем. То есть, по идее, его тоже стоило бы, наверное, убить за это. Ну, на самом деле, не то чтобы я ему не сочувствовал, но просто он как бы сына хотел возродить, который, видимо, потерял. Но и это понять можно. То есть, тут на всё что угодно пойдёшь, чтобы возродить своих родных, ушедших. Но, чёрт возьми, сына всего остального мира. То есть, он погубил, возможно, целую кучу других сыновей, чьих-то семей, потом, не знаю, матерей, отцов и... эгоист, короче, я даже не знаю. Ну, он, скорее всего, просто не знал о последствиях, которые могут быть, да? Скорее всего, да. Ну, допустим. С прыжковыми упражнениями у нас проблем нет. Я готовлюсь забрать вас оттуда. Ты только... Не спеши, чтоб я мог... побольше... убить. Ага, вижу. Идеально. Такие секретки, кстати, по-моему, за секретки не считаются, да? Ну-ка, дай посмотреть. Да, такие секретки за секретки не считаются. Только всякие игрушки, ключи и... подобные вещи. Ну, тем временем, может, 14 жизней? Ну-ка, дай. М-м-м. О господи, почти меня удалось напугать, чуть-чуть. Да господи, жжется. Так, мне не нравится, знаете что, что я не могу найти. Слушай, по-моему они сейчас, по-моему у них есть все шансы сейчас меня убить, при всем желании. Оооо, беда. Ну же! Ооо, напугал. Так, у нас проблемы. Сейчас можно оставить здесь эту жизнь. Да, так и произошло. Но ничего страшного. Ничего страшного. Ооо. Умри. Слишком много дерьма на один квадратный метр на самом деле. Какое-то прям колоссальное количество. Подохни. Подонок. Ну неплохо, неплохо. Одну жизнь мы, конечно, просрали, но ничего страшного. Я, честно говоря, вообще не вижу в них сейчас никакого смысла, если их можно все перераспаунить, переиграв уровень. Они просто не хочется. Вот, вот и все. Все. Поэтому будем их... Не будем их... А, тут что-то было. Серьезно. Тю. Не будем их, короче говоря, экономить. И где-то мы, похоже, секретик таки оставили. Я ума не приложу где, потому что он у меня не отметился. Возможно, все-таки стоило бы переиграть, чтобы его найти. Или же это еще не конец. Говорили, что ближе... Ближе к концу миссии можно как-то... А, вот быстрое перемещение. А, все-таки можно. Все-таки можно. Короче, пойду-ка я все-таки найду этот секретик, и я не хочу возвращаться в это место снова. Ага, вот он. Попустили игрушечку как и демона. Как мы могли. Ладно, убираемся отсюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА